Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость Сергей Шелин, политический и экономический аналитик. Сергей, добрый день. Здравствуйте. Хотелось поговорить о приятном. В воздухе весна, грачи прилетели, расцвела капуста, ну и вообще экономика российская, военная, цветет и пахнет. И фонд общественного мнения в том числе говорит о том, что российские люди совершенно неприлично счастливы. Индекс благополучия, вы об этом писали в своей последней колонке, он выше, чем перед войной. В частности, 36% людей чувствуют себя чрезвычайно счастливыми. Между тем, как лишь 5% чувствуют себя несчастными. Мне сложно здесь предположить, что здесь какая-то идет такая фальсификация предпочтений, что люди... Ну, собственно, одно дело отвечать по поводу отношения к войне и к Путину, а другое дело отвечать по поводу своего настроения. И все-таки это, видимо, говорит о какой-то значимой общественной тенденции. Так вот это вот большое количество счастливых людей в растущей экономике, бурлящей городской жизни на третьем годе войны. Что это? Аномалия или новая норма, в которую пришла Россия? Это попытка внедрить такую норму. Не думаю, что фальсифицировала результаты сама опросная служба. Скорее всего, она замеряла, как она и раньше замеряла в прошлые годы. В какой-то мере, наверное, люди сами хотят, чтобы в большинстве, чтобы такая норма была, чтобы все было нормально. Действительно, очень много людей определили свое счастье по десятибалльной шкале в 9 или в 10 очков, то есть крайне счастливыми. И только 5% в 1 или 2 крайне несчастливыми. Так что, видимо, людям хочется, чтобы все было нормально. В какой-то мере обстановка позволяет им так на все смотреть, потому что, скажем так, украинские обстрелы, они в основном касаются приграничных районов. Если на них не фиксироваться, то можно их не замечать. Теракты пока что не стали нормой. Уровень жизни не упал, хотя реальный уровень жизни и не вырос. Так что, в общем, при желании можно смотреть на все, так сказать, как бы таким оптимистическим взглядом. Ну да, как бы мы справились. Россия преодолела вот это вот первое время шторма, бурь, и российский корабль плывет твердо и гордо. Даже если не следить за делами, за новостями с фронта, вроде как Россия справилась и с санкциями, и растет большое количество отраслей внутри. В любом случае, Росстат дает очень убедительную статистику по поводу роста ВВП. Насколько это все, по-вашему, долгосрочное или временное явление, основанное на накачке в связи с военной экономикой, на импортозамещении? Это зависит от указаний правителя, потому что Россия – страна абсолютно централизованная. Если правитель решит вести войну более тотально, проведет мобилизацию, еще больше увеличит военные траты, то уровень жизни неизбежно упадет. Или это отразится, или, скорее всего, отразится через рост инфляции, рост цен. Если же нагрузка на хозяйство останется на нынешнем уровне, то можно довольно долго, видимо, несколько лет, жить без серьезного снижения уровня жизни. Я имею в виду примерно на том же уровне потребления, потому что заработки-то выросли, но люди потребляют не больше, чем до войны, а примерно столько же сейчас. Это тоже надо держать в голове, полезно держать. Когда говорят о росте реальных доходов, это рост денежных доходов, пусть даже с поправкой на инфляцию. Потому что лишние деньги люди сейчас складывают в банки. Вот это удивительный момент, да. То есть люди понесли деньги в банки, и растет норма сбережения, норма накопления. То есть что, растет доверие человека к финансовой системе, к государству в целом? Это одно из удивительных явлений. Действительно, люди ведут себя, как будто они доверяют финансовой системе, как будто они верят в будущее. Потому что человек, который не верит в будущее, не станет откладывать деньги надолго. Он постарается, наоборот, потратить, что-то купить, чем-то запастись. Но люди этого сейчас не делают. Это объясняется, с одной стороны, сравнительно устойчивым состоянием экономики и финансов. С другой, весьма и весьма высоким уровнем финансово-экономических менеджеров режима. Они прекрасно справляются с поставленными задачами. То есть здесь надо говорить, что эти системные либералы, Центробанк, Набиулина, они создали достаточно хорошую систему резервов и систему кризиса менеджмента государственных финансов. Да, конечно, нам, видимо, надо говорить о бывших системных либералах, потому что сейчас у них лексикон изменился. И даже министр финансов Силуанов говорит, что все для фронта, все для победы, вот наша главная задача и так далее. Ну, это как бы такая обычная мимикрия. Но это грамотные технократы. И, конечно, Набиулина рядом с, допустим, Шойгу, просто видно, насколько профессиональный Набиулина и насколько скромные профессиональные возможности министра обороны. Если бы на месте Шойгу стояла бы Набиулина, я думаю, что вообще военные действия шли бы более в пользу России. Но это невозможно по ряду многих причин. Рынок труда тоже растет, как я понимаю. Он растет. Занятость растет. Совершенно верно. Там такое напряжение, нехватка рабочей силы сразу по нескольким причинам. Ну, во-первых, уехало все-таки какое-то реальное количество людей. Причем это люди работающие. Специалистов, высококвалифицированных специалистов. Круглым счетом, наверное, можем сказать, миллион за эти два года уехали без возврата. Кроме того, часть трудовых мигрантов покинула Россию из-за всех этих беспокойств. Еще до этого из-за эпидемии. Сейчас отчасти из-за гонений, которые начались после теракта. Так что рабочей силы, с одной стороны, стало меньше. С другой стороны, вырос просто рабочие руки. Потому что, в первую очередь, в промышленности военной и в строительстве, в том числе на завоеванных территориях. Там много высокооплачиваемых рабочих мест появилось. Фактически безработицы в России сейчас нет. То есть, формально говоря, по методологии МОД она существует. Но это просто человек, который, скажем, неделю или две ищет работу, он тоже, формально говоря, безработный. Хотя он прекрасно знает, что он ее найдет. Только не просто приценивается к разным местам. Так что, фактически, сейчас в России нет безработицы. Из-за спроса на рабочие руки быстро растет заработная плата. И, по мнению многих специалистов, социологов, это тоже сказывается благоприятно на настроениях людей. Люди чувствуют себя уверенно, гораздо более уверенно, чем раньше, в отношениях с работодателем также. Это какая-то совершенно новая ситуация. То есть, она складывалась на протяжении последнего года. Но еще год назад мы бы с вами не говорили, да? Ну, с точки зрения России о такой позитивной динамике в разных секторах экономики, в социальных секторах. Наверное, можно сказать о двух экспертных, о двух волнах, вернее, таких экспертных ошибок, имевших место во время вот этой большой войны. За 20-ти большим года после большого вторжения, начала большого вторжения. Значит, первая распространенная, хотя и не всеобщая экспертная ошибка, заключалась в сильном преувеличении воздействия санкций и ухода западных фирм из России. То есть, предполагалось, что это буквально разрушит экономику, подорвет финансы и так далее. Это была, в общем, такая достаточно ошибка предсказуемая. Это было то, что называется wishful thinking. Безусловно, не было предпосылок для такого резкого падения. Ну, да, я вспоминаю, как все молились на SWIFT. Вот отключат SWIFT, как бы все говорили, ну, нет, ну, они никогда не пойдут на это, потому что за Россией отключат SWIFT, и в следующий день все рухнет. Примерно как проблема 2000, да, вот эти цифры обнулятся, и все рухнет. А в результате, как бы, SWIFT много где отключили, ничего не рухнуло, и даже, как говорят китайские туристы, массово закупают карты мира. Возможно, несколько преувеличивают влияние китайских туристов, но, безусловно, многие такие предположения не оправдались. В том числе и касающиеся SWIFT, ну, и касающиеся перекрытия покупок нефти на Западе, нефтепродуктов и так далее. Не будем там сейчас в это глубоко, может быть, уходить. И потом была вторая, где-то год спустя, там, или немножко больше. Вторая такая довольно распространенная экспертная ошибка. Когда стало понятно, что российская экономика в целом справилась, мало кто из экспертов серьезным образом предсказывал, что у нас может еще и расти. И этот рост, который наблюдался более или менее с начала прошлого года, и который, опять же, более или менее продолжается сейчас, там можно разные сделать ремарки по этому поводу, но в целом он продолжается. Вот этот рост тоже в большой степени не был предвиден. Нельзя сказать, что произошло какие-то совершенно чудесные, непредсказуемые вещи. Но надо отметить высокое качество руководства хозяйством и финансами. Весьма высокое. Путин показал себя человеком, который готов держать около себя таких грамотных исполнителей. Совершенно послушных, способных трезво оценивать ситуацию, достаточно таких умелых и так далее. Во-вторых, сказалось, конечно, то, что санкции наложил Запад, ну а тут не Китай. Ну и, наверное, в-третьих, просто сама по себе военная промышленность, это уже тоже довольно исполняя ситуация, что военная промышленность растет и обеспечивает какой-то общий рост экономики. Не думаю, что имеет место именно рост по сравнению с довоенным временем, рост потребительских отраслей. Его, насколько могу судить, нет. А насколько устойчив вот этот рост, основанный на войне? Насколько лет его хватит? Понятно, что оно тащит, но все-таки существуют определенные структурные диспропорции, нарастает технологический дисбаланс, изнашивается оборудование, нечем нету комплектующих, запчастей, уже станки дорабатывают. Это зависит от степени авантюризма режима. Режим в лице правителя. Если режим поставит перед экономикой какие-то непосильные задачи, например, захочется еще раз резко увеличить военные траты, например, резко увеличить выпуск военной продукции, то тогда экономика может треснуть в любой момент. Если военные расходы, реальные, останутся примерно на том же самом уровне, то, в общем, можно несколько лет выдерживать это. Повторю, выдерживать без реального роста потребления народного, при некотором ускорении инфляции, вероятно, и прочих разных, в общем, не очень больших проблемах. Но российская экономика, пока покупают российскую нефть и в меньшей степени газ, российская экономика достаточно жизнеспособна. Ну да, и смотришь на рост по определенным отраслям, и жилищный сектор, и жилищное строительство, рынок недвижимости, я уж не говорю про внутренний туризм, внутренние перевозки. Какие-то абсолютно ощущения шизофренические. С одной стороны, понимаешь, что вроде самолеты не должны летать, что кончаются запчасти, что они уже разбирают одни самолеты на другие, каннибализмом вот этим авиационным. С другой стороны, смотришь цифры, как все вместо презренного запада полетели на курорт Северного Кавказа. Это удивительное совершенно впечатление производит. Вот что я хочу спросить, а какое отношение бизнеса ко всему этому? И можно ли здесь, боится ли российский бизнес национализации? Потому что, читая новости, вот Кубань вино. Да, я всю жизнь, пока жил в России, пил Шато Тамань. Шато Тамань прекрасно, значит, национализировано, чтобы там уже ни одной фирмы не осталось, которая не связана с ковальчуками, как я понимаю, на винном рынке. Вот, насколько вообще национализация грозит разным секторам экономики? Как в этой связи себя чувствует бизнес? Боится ли бизнес национализации? По-моему, глаза боятся, а руки делают. С одной стороны, какие-то акции, изъятие собственности все время происходят. С другой, они не являются такими массовыми и пока не воспринимаются как некое правило. Это раз. Во-вторых, многие извлекли большой профит из ухода западных фирм и так называемого импортозамещения. В-третьих, действительно, поскольку подрезан сильно зарубежный туризм, то резко вырос туризм внутри российский. Это целая отрасль поднялась. Да, и еще одну штуку надо сказать, что все-таки, значит, большое число бизнесменов настроено достаточно державно, и в этом смысле, так сказать, державно-патриотически. И для них вот это был такой вызов. Санкции, вступление в борьбу с Западом. И они, рассматривая это именно как вызов, приложили большие усилия для того, чтобы справиться с ситуацией. Это тоже определенный энтузиазм. Его не надо не преувеличивать, но не надо и отрицать его на риск. Ну да, это челлендж, и бизнес живет в условиях челленджа, тем более, когда это совпадает с таким мейнстримом. Вообще, да, резюмируя часть разговора, конечно, все очень так, что называется, оббит, все очень оптимистично для России выглядит, но удивительно, как огромные контингенты людей смогли вынести за скобки, да, сам факт войны, сам факт войны вообще не только с Украиной, убийства ежедневного украинцев, а войны с внешним миром, обстрелов российской территории. То есть жизнь идет, театры открыты, экономика растет, все бурлит, весна пришла, сейчас будут праздновать 9 мая. За скобки вынесен целый пласт реальности, и люди живут вот в этой вот инкапсулированной внутренней реальности. Удивительный феномен, который мы обсудим после небольшого перерыва. Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев. Вопросы показывают, что подавляющее большинство штатов, главная тема экономики и инфляции, но аборты очень часто на втором месте. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин. Программа «Археология» – специальное интервью. Продолжаем наш разговор с нашим специальным гостем Сергеем Шеллиным, политическим и экономическим аналитиком. Говорим мы об удивительной и неожидавшейся многими устойчивости российской экономики, ее ресурсах роста в условиях войны, и удивительном равнодушии и благодушии российского общества, которое, по разным оценкам, чувствует себя удивительно счастливым, стабильным и надеющимся на будущее. Сергей, вот в этих обстоятельствах что можно делать оппозиции? Где вообще те бреши и те возможности для политической работы? Мне сложно представить о том, что можно сделать внутри самой России. Поговорим, наверное, прежде всего о теме, кто находится за пределами. У вас был большой аналитический материал на ресурсе «Ри-Раша». Скажите, где вы здесь видите какие-то вообще возможности для политической деятельности в условиях настолько крепко консолидированного воюющего режима? Я все-таки не пытаюсь давать какие-то указания. Это было бы очень самонадеянно с моей стороны. Пытаюсь смотреть на это как аналитик. И даже могу сказать пару слов и о том, что происходит в самой России. Значит, понятно, что борьба с режимом чрезвычайно затруднена и очень опасна. Но можно отметить одну еще такую печальную особенность. Достаточное многолюдство людей, которые настроены позиционно по отношению к войне, к диктаторскому режиму в целом. Но при этом они настолько запуганы и разъединены, и настолько в них слаба какая-то солидарность друг с другом. На мой взгляд, какие-то акции солидарности, пока их нету, внутри России ничего и нет. Просто ничего абсолютно. Мне кажется, извините, по-привому, такая вечная российская проблема. Есть люди, но нет институтов. Проблемы в институтах. Люди-то, может, и неплохие когда-то где-то, но вот куда их применить, совершенно непонятно в российских условиях. Совершенно верно. Мы видим, что все институции, самые такие простые и очевидные институции, учреждения, например, что учреждения никогда не заступаются за людей, которые преследуют власти. Вот просто никогда. Ни одно профессиональное объединение не заступается, опять-таки, ни за кого. Если человек попал под колесо, то он оказывается совершенно один со своей бедой. Я имею в виду, не совсем, конечно, один. Близкие люди всегда есть. Всегда есть люди, которые придут на суд. Но никогда за него не вступится, допустим, его учреждение. Это просто поразительное явление. Вот эта слабость вот таких... Удивительно, вы знаете, я вот, да, мне кажется здесь, что если, опять-таки, широко смотреть, что в России вообще существует один-единственный институт. Это государство. Да. И все, что ему противостоит, они вот те слабые ростки, которые появились там в конце 80-х, 90-е, они были тщательно зачищены, уничтожены и забетонированы в минувшие 20-летия. И все, я человек один перед Левиафаном, и вот как бы возвращаемся в тот же фильм Звягинцева. Это и есть самое такое удручающее, потому что, когда мы вспоминаем какие-то другие диктатуры, то там зачатки общества всегда или почти всегда существовали. За человека могли заступиться, хотя бы просто возвысить голос, какие-то объединения. Пока в России этого нет, я думаю, что ситуация будет очень печальной. Когда в России это появится, когда появится какая-то солидарность, я думаю, что можно будет надеяться и на дальнейшие какие-то, не знаю, на какое-то дальнейшее движение к нормальному. Вопрос в том, откуда ей появиться. Я гляжу на, скажем, оппозиционную активность в зарубежье. То же самое, мы не видим каких-то точек консолидации, программ на будущее, вообще некого проективного мышления. Ну, как бы есть некий такой первобытный бульон, есть какие-то сети, социальные связи, есть более молодые, есть какие-то феминистские группы, студенческие группы, отдельные инициативы. Но все это не сливается в какую-то институциональную среду, из которой могли бы произойти изменения. Я надеюсь, что такая среда, если не появится точно, то, по крайней мере, может появиться. Потому что в узком смысле слова оппозиционный актив, то есть те люди, которые вынуждены были с началом вот этой войны просто покинуть Россию, потому что иначе бы их посадили, они, конечно, плохо подготовлены к тому, чтобы вооружить какими-то новыми идеями своих сторонников вне России и внутри России. Потому что они привыкли к одному участвовать в очередных выборах. Участвовать в выборах, потом проиграть эти выборы, потом оспаривать их результаты, потом получить отказ в оспаривании. И вот сейчас они даже издалека опять пытаются фиксироваться в этих несчастных выборах. Вот выбирали Путина. Я прекрасно понимаю, что человек в России, его доступна хотя бы эта форма протеста, сходить на участок в полдень против Путина, перечеркнуть бюллетень. Это нормально совершенно. Но когда вот то же самое делают люди в свободных странах, отстаивали какие-то очереди в консульство, я просто не понимаю логику этого. Они что, не могли это по-другому выразить? Да, удивительный перформанс получился абсолютно во славу государства, при том, что я понимаю чувство людей, которые пришли, хочется хоть как-то что-то заявить, кроме комментариев в Фейсбуке. Но почему действительно надо заявлять через визит на поклон в российское консульство, а не устроить бессрочный пикет у стен консульства. В конце концов, прийти с набором яиц в руках. Есть много вещей, которые может сделать оппозиционно настроенный гражданин, но вот очереди это еще раз подчеркнулись. Действительно, как человек не родился еще, да, свободный человек, который вышел из вот этого материнского лона государства. Видимо, вот какая-то такая вот эта мания фиксации на выборах, она не может быть вылечена сразу, а может быть у нынешнего поколения оппозиционного актива она вообще не может быть вылечена. Но как доброжелательный человек, я все-таки надеюсь, что многие от этого смогут избавиться. Но по состоянию на сейчас не получается. Хорошо. Пытаюсь представить будущее. Есть ли какие-то изменения возможны? Если в этой консолидированной системе, которую мы описали в первой части нашего разговора, появятся какие-то трещины, откуда они придут сверху? Как всегда, все придет от государства, как в 1953 году, как в 1985 году. Я не политолог, но знаком с такими расхожими достаточно какими-то политологическими концептами. Считается, что в таких режимах обычно начинаются события с того, что сверху что-то произойдет. Ну или, скажем так, физически умрет вождь очередной, да, или какой-то заговор произойдет. И только после этого начинается движ. Вероятно, это так и есть. Но есть такое важное дополнение. Если общество абсолютно мертво в этот момент, то оно будет просто объектом манипуляции очередного вождя. Один вождь придет, даст послабление. Другой вождь придет, отнимет эти послабления. А общество будет только плакать, так сказать, или чувствительно благодарить. Поэтому, если российское общество не сможет ожить, не произойдет то, о чем мы с вами тут говорили, то события будут иметь такой вполне возможный весьма печальный характер, независимо от того, произойдут ли сверху какие-то трещины и все такое. Трещина уже была в прошлом году. Пригожинский мятеж. Если бы Пригожина хватило воображение, он мог даже и власть хватить, я думаю. Так что вот, что, хотите еще одного Пригожина? Мне не кажется, что это хорошая перспектива. А что может быть хорошей перспективой? Вот вы задумываетесь иногда, какие мы можем представить позитивные сценарии для России выхода из этой ситуации? Или может быть России, нескольких Россий? Вы в одном из своих текстов пишете о переучреждении России после этого всего. А какой формой этим может идти речь? Переучреждение России, по-моему, довольно очевидная альтернатива сохранению нынешнего режима. Потому что, опять же, говорю за себя, довольно очевидно для меня, что уже нет возврата к каким-то нормам партийной и государственной жизни, как говорили раньше, возврат к ленинским нормам. Возврат к позднеельцевским или раннепутинским нормам, я думаю, что уже невозможно не при готовом вороте. Следовательно, это государство либо будет сохраняться, а в какой-то момент оно, видимо, просто сойдет не то, что должно, оно само сойдет со сцены. И если в этот момент, не знаю, верхи и низы будут готовы переучредить это государство, то благо им не произойдет такого хаоса. К этому надо в какой-то мере готовиться, нужны идеи. В большой степени это может произойти на свободе, то есть в эмиграции, потому что в самой России возможности каких-то общественных дискуссий, сейчас чрезвычайно малы. В эмиграции такие дискуссии вполне возможны. На мой взгляд, они уже происходят в большой степени не столько среди оппозиционного актива, сколько в медиа. Количество русских медиа, возникших в эмиграции, очень великое. Я надеюсь, что это сохранится. И не надо преуменьшать значение этого. Но опять-таки, возьмем чужой опыт. Была польская народная республика, была польская эмиграция за границей. И было такое издание под названием «Культура польская», которое выходило в Париже. И в этом издании, задолго до ликвидации Польской народной республики, были в дискуссиях сформулирована нынешняя политическая стратегия Польши. Помириться с Украиной и заключить с Украиной стратегический союз против России, например. Я понимаю, что это такой пример достаточно абстрактный для нас. А это была принципиально новая идея, потому что граница, продиктованная Сталином после Второй мировой войны, для большинства поляков была совершенно абсурдно выглядеть. И вот им предлагали, примите эту границу, потому что это условия мира и сотрудничества с Украиной. И ее приняли. И все партии сегодняшней Польши проводят эту политику. И правая, и левая, заметьте. Так что такого рода идеи, я говорю не обязательно внешнеполитические, но в том числе и внешнеполитические, могут родиться только в свободной дискуссии среди людей, которые ищут выходы из таких тупиков. А это переучреждение может произойти на какой-то конфедеративной основе? Создание субъектности территории? Я не говорю еще о распаде России на отдельные государства, но в частности, я не знаю, создание новых интересных совершенно региональных констелляций. Вот вы, например, я смотрю недавно, вы же из Петербурга изначально, тут говорили об Ингерманландии, появлении неких новых региональных сценариев вот в северо-западной России. Ну, лично я не являюсь таким сторонником распада России, хотя активисты, ингерманландские активисты, среди них несколько моих друзей. Это прекрасные люди, замечательные. Но давайте ничего не исключать. Все, что ведет к благу людей, все, по-моему, может обсуждаться. Может обсуждаться и какое-то отделение от России части территории, по-моему, это довольно назрело, которое там довольно искусственно находится в России. И конфедератизация, и децентрализация уж точно нужна. А какая часть территории, по-вашему, искусственно находится? Ну, я не знаю, например, в какой степени нынешняя автономия Северного Кавказа, значит, организм находится в России. По-моему, если в какой-то степени они хотят покинуть Россию, это же правильно, если они отделятся. Что касается других территорий, ну, все эти вещи должны быть как-то подготовлены. И в этом смысле любой автономизм, любое развитие идей какой-то местной самостоятельности сейчас полезно, потому что это как-то пускает в ход умы. Это оживляет дискуссию, да? И именно в этой дискуссии будут сложиться различные пропорции новые и новые идеи. Ну да, проблема в том, что нет такой дискуссии о будущем. И действительно хорошо, что хотя бы здесь мы понемногу начинаем этот разговор. Напомню, что у нас в гостях в программе специальное интервью был Сергей Шелин, политический и экономический аналитик. Но от себя добавлю, что у России нет будущего. По крайней мере, оно, конечно, есть где-то. Оно, наверное, записано. Но интеллектуально население живет нынешним моментом. Власти будущее вообще не нужно. Ей нужно только прошлое. Но и оппозиция Путину не может вообразить какое-то будущее России. Возможно, это и есть облаженная нирвана, в которой пребывает большая часть населения Российской Федерации, говорящая о том, что оно счастливо на третьем годе войны. Это программа «Археология. Специальное интервью». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова